Итак, десантировался я в городе Владивосток, высадился на Приморской земле 4 дня и 14 часов в поезде. Это, конечно, вообще жесть, никому не советую. Сейчас нужно срочно искать обналичку, искать банкомат. Слушайте, в Новосибирской области вчера снег выпал кое-где. Здесь вообще, ну, не то, что прям лето, но вот сейчас это 6 часов утра. Некоторые люди даже в майках ходят, я вот в кофте. Смотрите, гуляю до банкомата, нашел Есенинский шкаф. Я, кстати, такой видел в Чите. Похоже, шкаф. Просто открываешь, книжечки. Можно вот присесть, почитать. Это вот прям на проспекте находится. Вообще нормально. За такую движуху однозначно лайк. Вот она та самая заправка. Спал я, кстати, сегодня целый час. Вообще в поезде 4,5 дня ехал. По идее, должен быть выспавшийся. Но ничего, я думаю, и так прорвемся. Время уже 9 часов утра. Вроде как с 10 рынок работает, но можно попробовать сейчас походить, посмотреть. А вот и моя красавица заезжает. Дейс Рокс. Здрасте. Рассказывайте, что хорошего. Это же общественное место. Да нахуй надо, блядь. Вы же языком следите. Да, можно, не можно, правильно? Это общественное место. Я же вам не домой пришел. А я, да не общественное место. В смысле, все люди, мы здесь находимся. Нас каждый день снимают десятки камер. Не надо мне претензий какие-то предъявлять. Витя, все. Это так не делает. Все, у кого есть. Все уже. А что ты с рулем белый какой-то? Нет, вот такой. А? Вот такой. Так, смотрите, вот здесь дочек все. Ну, нет. Вот здесь. Вот здесь. Вы попадали? Угу. Где продали? В Новтибирске. Вы не поехали на нем далеко? Нет, не получилось. Не, ну, машина-то нормально ехала. У меня не получается. Не, я понимаю. А что с рулем-то? Что, не пробовали? Ничего сделать? Мы просто помыли все машине. Чтобы ничего хунули, ничего не терпят. Нет, в смысле, это то, что он забился, это у него, это так бывает у него. От возраста. Я просто, что-то, вот кожу опасно чистить. Так, и вот эта дверь задняя, да? У него замена, по-моему. Замена двери. Она не окрасила. Ага. Так, в принципе, что, полирнуть можно было, полирнули, да? Правильно? Да, да. Там на переднем бампере, где стол, там были прям такие царапки. Мы их полирнули, потому что, ну, они очень не красиво смотрятся, а тарапки, они ничего, ничего не строят. Что-то пусто у вас здесь, а где все остальные? По машине? Ну. Да, да, да. Да вообще, по рынку я смотрю здесь, вообще, ну, пусть, пустее намного, чем летом было. Нет, там не с собой, там уже было все равно не было. Там нормально все. О! О! Да, решил на поезде попробовать прокатиться. Офигел, конечно. Ага. Четыре дня и 14 часов. Шесть тысяч. А, ну, по сравнению с билетом, я поняла, что это весело, весело, да? Да, ну, в суть я прилетал, удобно было. За девять тысяч билет прямой. А, спасибо, что-то я как-то дорожу в два раза. Здесь только треска, все, давай. Я же скидывала, реклама еще. Все готово, да? Прокатите? Ну, здесь постоянно, там, там, там. А, еще дерните капот? Я, что здесь под капотом? А, что здесь под капотом? А, это что-то моргает, ошибка-то? Ну, это никакая ошибка. Это айстоп то, что работает. Ну, я, что-то прошел, что здесь не особо много таких парочек стоит. Очень популярные машины, знаешь, какие? Вот это вот, кэндокс. У меня такая есть, но она тоже продана. А сколько стоит? Ну, около 500. Ну, они прям, вот такие кастомые, видишь? По мне, так, это очень уродливая машина. Ну, люди их очень видят. За 500 продали, да, Вик? Ну, около того, да. Все отлично, все сходится. Да, все сходится. А у вас нет ручки? У меня есть, хотя нет ручки, ты ездишь. Ты едешь без ручки. Ну. Так, что едет-то, расскажите. Что надо? Ну, я не знаю, какие-нибудь вот максималки, чтобы были. У нас малышки только максималки, мы другие не берем. Ага. А Айнвагоны были еще? Ни-а. А Айнбокс один только, вот этот? Ну, вот сейчас, один пока пришел, но он уже продан. Ну, Айнбокс я тоже бы как-нибудь взял. Все, садись, включай, чтобы тебе открыли. Ага, ключ? Ключ с машины. А, вот. Ну, вот он, машина идёт. Ну, всё, что, меня можно поздравить с приобретением моего кейкара, второго уже по счёту. Привет, ты вторую машинку делал? Я же ты скидывал видео. Ты что, погуешь опять туда? Или ты уже здесь? Не, я сейчас в Новосибирск поеду. А, я понял. Уже, так же всё снимаешь? У меня попроще, да, сейчас уже система. Я понял. Блин, крутая тачка. Ну, да, я хотел уже с этими, с раздвижными дверями в прошлый раз. Ты тогда говорила. Да, а сейчас вот получилось, срослось. Красиво, классно. Ну, а ну да. Спасибо. Так, сейчас первым делом на заправку, потому что японского бензина, к сожалению, мне не досталось заправиться. Ну, и там уже помекать, почему как-то. Ну, что значит, я уже еду в кузове, в кабине, не побоюсь этого слова, моего автомобиля. Поворачиваем на Уссурийск-Хабаровск. Что могу сказать? Чёрный бриллиант, конечно, по динамике был просто пушка-гонка. Хоть тоже кейкар, да, но сама машина меньше, лошадей больше. И это как бы даёт о себе знать. Вот без эко-режима, ну, кондо-эн-вагон, он вообще просто пулял. Хоть даже он и не турбовый. Здесь, конечно, самый нерасторопный вариант. 49 лошадей, ну, вот из кейкаров. 49 лошадей и высокая крыша. И никаких тебе турбо-режимов, ничего вообще. То есть вот эти раздвижные двери, слайдеры, вся эта система, она же тоже тяжёленькая достаточно. Все вот это крыша высокая. И парусность, опять же. Но это ещё мне предстоит по дороге узнать, что такое парусность этой машины. Потому что здесь потолок, здесь можно реально переодеваться вот так вот. Что-то такое, не знаю. Всё что угодно можно делать здесь. Вот, значит, Амурский залив. Вон она сел, красотища-то пошла. Буквы пока все не стёр. Вот. Я не знаю, если N-Wagon тихоход был, то как я на трассе буду ехать? Ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим, вот что-то батарейка загорелась. Здесь, типа, заряжается или надо зарядить? Блин, как бы не встать здесь. Здесь вот это А у меня почему-то мангало, когда я покупал. Сейчас вот вроде загорелась. Потому что какая-то батарейка загорелась, потухла. Машина-то должна быть надёжной. Это неубиваемый японец, императорское качество. Не знаю, посмотрим. А я напоминаю, что формат этого блога будет, это уже не автопутешествие, это, ну, перегон, как говорится. Балбакар создал ничего вообще, ни ответа, ни привета. И на завтра утро создал выезд. Думаю, если долго здесь провожусь. И на сегодня, на день создал, ну, допустим, до Хабаровска вообще никого. Вообще галяк. Читая Улан-Удэ, уже там народ появляется в той местности, там, Красноярск, Иркутск. А здесь что-то вообще никого. Хотя на бриллианте в Уссурийске мотался туда-обратно два раза. Был народ. В общем, формат перегона. Ехать буду быстрее. Не знаю, поскольку, но километров по 800, по 1000, я думаю, буду делать. Смотрите, на выезде здесь ограничение сотка. Здесь, то есть 120 можно, не нарушая, ехать без штрафа. И обратите внимание, я еду 80, да, и все едут 80. Ну, не все, но вот половина, по крайней мере, машин, вот таких легковых, бодреньких, я бы сказал. Никто не летает. Все уже экономят. Бензин уже стоит под полтинник. Уже аккуратничаем, как говорится. Аккуратничать будем. Ну, по оборотам, я скажу, не сильно-то много. Вот 90 я иду. Где-то 2-300. Мне кажется, даже на N-Wagon оборотов больше было. По расходу, конечно, посмотрим. Ну, конечно, побольше, я думаю, будет. Есть парус, но все, как ни крути. Подкачался. Сейчас колесики подкачал. О, у меня стоят пятнашки тут, низкопрофильные. Ну, как 185 на 55, кажется. По 2,5 сделал, по хардкору. О, машина отремонтирована, можно ездить. Утепление 100%. Вот в жару, когда я ехал, в пекло, просто в зной, в невыносимый, когда даже ночью жарища была. Вот именно о такой погоде я говорил, что путешествовать, конечно, комфортнее, когда ты вот так едешь, не изнемогаешь от жары. И не холодно, и не жарко, вообще идеально. И для машины, и для человека. Но посмотрим, как ночью себя покажут. Спальничек-то я прикупил, попозже покажу. Взял покруче в этот раз. Потому что ночью-то уже попрогладнее будет. А я хочу как-то в Кейкаре обойтись со сном. Да, тяжеловато ползем, конечно. Листик, вон один желтый, опавший, осенний листик. Это когда конкретно неэкономичный режим включается. Ну, что делать? Мне кажется, на Инвагоне тоже, по-моему, здесь, в эти горки, под Уссурийском, тоже еле-еле заезжал. Может, привыкнул? Машинки-то едут. Видел, там, лицо человека между надписями такое. Ну, я себе стер вот здесь зону, вот эту. Потому что хотя бы что-то беспробеговое должно остаться. Я по городу буду ехать, если меня остановят. Я скажу, вот только приехал. Так. Да. Да. Все. Все. все пошла вода по трубам дорога такая жесткая несколько раз я мы попадал но грыж вроде не видно по крайней мере снаружи это радует мне нравится он по габаритам длина и ширина такой же как он вагон но смотрится больше высоты вчерашний день проехал 600 километров я ночевал где-то в кустах я кстати на бриллианте где-то здесь ночевал но похоже я не доехал там дорогу размыло маленько не стала рисковать но в принципе таким темпом тысячу если я вчера же не весь день ехал где-то пол дня еще можно проезжать думаю сегодня попробую проехать температура за бортом 17 градусов так что особо протестировать спальни кэши не получилось в каких-то холодных условиях но я думаю уже следующая ночевка у меня будет более суровая ну вот конец сентября и пушистая природа на сопках вся вот листва окрасилась в разные цвета зелено-желтый красно-бордовые смотрится уже конечно по-другому уже чувствуется что осень хотя на дальнем востоке здесь насколько я знаю затяжная осень здесь то есть как говорится лето она поздно начинается но и она дольше идет то есть до октября здесь считается лето но тем не менее природа наверно так не считает я думаю еще через пол месячишка еще красивее будет все вот эти окрасы сейчас все равно зеленый преобладает цвет блин что-то на блаблакаре вообще галят там есть какие-то еще два приложения едем рф и ин драйвер но там что-то замороченная регистрация как-то сложнее чем на блаблакаре объедем и рф нормально ну там платно там нужно платить чтобы создать поездку а как но мне платить если там не на но не такое популярное как блаблакар и чую зачем я заплачу там 300 рублей кажется надо заплатить за поездку допустим вот хабаровск чита кажется да или к хабаровск и иркутский создавал короче голяк вообще почему-то не знаю не знаю почему голяк наверно все на поездах все пьесе или на самолетах но ничего еду один в принципе так нормально офигеть погодка улетная вообще в новосибирской области на днях уже там снег лежал ну конечно растаял здесь 22 23 солнечно тепло хорошо даже в майке в майке последний раз в году походить прогуляться маленько подразмяться а вот блин уже и грыжа появилась хоть небольшая но все равно неприятно в этот раз из всей защиты я сделал только пластырь ничего не стал короче не шпаклевать не заклеивать тут как бы есть несколько сколов уже но если еще будет пару сколов ничего страшного я думаю не случится но заморочек дофига под капотом в черном бриллианте я да так даже и не помыл так и продал его с белым этим подкапотным я кстати заметил что перегонщики но сегодня не видел вчера достаточно много видео перегонщиков никто обклеены не едет видимо возможно потому что лето кончилось ремонтных рабочих не так много и насекомых не так много не знаю но они не один я решил в общем не как но практически никак не защищать просто пластыри думает остался с прошлого раза с черного бриллианта поэтому я решил его использовать шпаклевка нормально в принципе отошла имеет право на жизнь этот метод но что-то заморачиваться не не захотелось проверю появится ли сколы на нет без защиты вон у нас уже виднеется город хабаровск дорога будет проходить сквозь него сквозь весь город через тот легендарный мост возможно также я заеду в леруа мерлен в хабаровске куплю матрас там все чтобы мягче было спать не знаю сейчас надо посмотреть есть ли он там да страссы в город конечно не просто не просто заезжать система стоп работает ну точнее как на пури драйв здесь называется но на энвагоне быстрее это все происходило на энвагоне только шторм уже убрал пока до газа нога дошла уже машина катится все тронулась здесь как-то как-то ну на какое-то мгновение но дольше это происходит то есть ты отпустил тормоз чуть подождал там мгновение какое-то и потом только машина трогается но и все газу матрасик купил леруа мерлен самый последний экземпляр забрал но чуть пошире чем прошлый раз и дороже там на 100 рублей последний экземпляр остался но думаю комфорт за комфорт надо платить также не стал ставить на учет машину не стал всю эту эпопею повторять решил ну как перегончик как конкретно как бы то есть у меня сейчас перегон конкретно как перегон плюсы минусы оценить езды без номеров ни разу еще у меня не было машины прям без номеру ну транзиты когда были вот эти образно говоря там без номеров тоже бумажки здесь висели вот а так вот прям вообще без номеров я не ездил сейчас посмотрим и ощущения свои я вам расскажу он какой-то китайский или какой японский хитрый он автобус на крыше видимо то ли батареи у него то ли чё что-то по-японски написано непонятно смотрите в навигаторе вот следующий поворот у меня через две тысячи сто километров но это будет читала я до 4 как бы пока вбил самая длинная прямая наверно сколько до этого и окажется с омска до новосибирска вот до первого кольца там видел в районе 500 километров а тут 2100 просто по прямой не ну погода вообще погода радует это реально кусочек лета последний наверно потому что в сибири там колотун такой тут все куртки все шапки надо будет одевать термобелье и так далее если в автопробеге до хабаровска я ехал несколько дней ну четыре дня точно по моему если не больше если не 5 то есть сейчас я вот сутки назад стартанул с владика получается и вот уже в хабаровске ну так вот если с утра выезжать до вечера в хабаровске будешь а так вот в обед ну не знаю если только сильно гнать или очень поздно приехать потому что все выезжают думают в первый день ну допустим если в обед выезжают так машину купил сейчас до хабаровска долетим не стоит не стоит ну как бы зачем я советую лучше отдыхать часов там в 10 или во сколько там лечь спать поспать поехать один момент тут меня напрягает что вот здесь у меня нету колпачка и может что-то прилететь прям четко туда я вот хочу на трубке не знаю может быть на этой а она он здесь не под блин не подходит вот кстати состояние можно посмотреть вот так просто место вала внутри вот видите между моторным щитом тут в этой машине мне кажется 1 и 3 влезет ну какой теле литровые точно влезет вместо огромное количество вот не знаю чуть-чуть делать то чем не делать такая прикольная это а мувашку заливает до пробка и тут она такая плоская становится в крыло уходит офигеть я только машину даже не смотрел я только сейчас и рассматриваю вон он щуп есть на коробку получается вот еще что-то пробочка какая-то чё за пробка интересно в общем из куска влажной салфетки и скотча узкого я вот такую защиту сконструировал ну хотя бы там вот уже поворот на биробиджан проезжаем еврейская автономная область кстати из тех городов которые вот я посетил во время авто путешествия когда я не спеша ездил все смотрел наверное биробиджану мне больше понравился таким спокойствием тишиной какой-то какой-то атмосферы там музыка у них везде играет 23 и четыре десятых литра я могу проехать на одном литре в среднем но ты сегодня скинул с утра или она по-моему сама скидывается когда я поехал с утра смотрю ну как бы другие значения от вчерашних отличаются то есть это примерно четыре с половиной литра расход но так конечно пятки свои не завидую я вот чуть больше суток еду но пока не не чуть-чуть уже начинаю уже начинает уже начинает конечно за всю дорогу я не знаю но дней 5 мне точно ехать 5-6 дней мне ехать я думаю моя пятка скажет да ты охренел чувак кстати вот еду и думаю что пора бы пора бы мне наверно сейчас уже колеса подыскивать где-то конечно в машину я не хотел бы закидывать но только если где-то последний день пути потому что в хонде были на эти колеса они доставляли но они кстати и выручили меня они выручили меня ну хотя как выручили повреждения были только на тех колеса которую я купил второй комплект то есть три колеса у меня пошло на смарку одно колесо это выстрелила грыжа сначала она там появилась потом выстрелила и еще два колеса я кстати это не рассказал же еще два колеса таком там такая тема была что они же сильно стерты были и корт лес и короче я ехал и настолько колеса стерлись настолько стерли что просто начали тоже резко спускать просто до нуля это то есть там вообще без вариантов там на пару сезонов не скажешь точно блин попался на удочку хотел смотрю заправка о ценники нормальные амур rss смотрите 43 рубля 92 в этих местах это дешево а тут смотрите все закрыто лавочка прикрыта буквально за час резко температуру упала с 22 до 14 градусов расслабуха закончилась началась суровая погода становился вот на таком местечке я здесь уже был это рядом с ландока решил покушать гуляш картофелем думаю еще сейчас поем еще пару часиков проеду и все можно искать место для ночлега ну вот рабочий день перегонщика закончился проехал я около 900 километров сегодня получается в районе лучугорска где-то это ночевал это вот первый день я до лучугорска проехал не знаю сколько там километров 500 наверное сегодня сделал 900 ну да да полноценный уже день у меня ходовой так скажем сейчас вот буду расстилаться матрас новый заценю вроде не очень холодно еще наверно сегодня еще ночка нормальная будет там ближе к сибири уже к нулю к нулю к нулю